Дмитрий Титов В своих читателях имеет аж миллион триста человек Это немалый результат и очень хороший Дим, паблик собирает в себе истории из серии ужастиков Да, большинство Соответственно, ты пишешь такие же Почему именно акцент на ужастики ты сделал? И есть ли в твоем репертуаре иного жанра истории? Да, ну все началось, наверное, года полтора назад Я тогда являлся активным читателем Истории данного жанра Значит, все это было очень интересно, захватывающе Ну и, конечно же, захотелось попробовать сделать самому Открыл компьютер Придумал сюжет Начал все с того, что основано на реальных событиях Что, конечно же, правдой не является Ну и написал первый свой рассказ Ну где-то, наверное, за дня два-три Уже было огромное количество положительных отзывов Все требовали продолжения Все писали вопросы свои Правда ли это было Ну вот с этого как-то началось, поехало Собственно говоря Теперь вот этот жанр, он основной Да, в котором я пишу Но помимо этого Также есть у меня работы В жанре В комедийном жанре В жанре фэнтези Ну, хотелось бы как бы Не ограничиться на этом, конечно То есть расширять Область своих работ Но пока То есть вот фэнтези и ужас в основном Писательство в нашей стране В большинстве случаев Это, конечно же, хобби Насколько серьезно ты вообще относишься К своему хобби в общем и целом? Да, ну, несмотря на то, что Это всего лишь хобби Отношусь я к этому достаточно серьезно То есть иногда даже, когда Лень что-то сесть и написать А читатели мои просят Все равно пишут Дима, пожалуйста, напиши Заставляю себя Сажусь И заставляю себя придумывать писать Чтобы не оставлять читателей без внимания У тебя муза какая-то есть? Значит, муза Часто этот вопрос мне задают читатели Пишут мне Но для всех, наверное, ответ один Что муза как таковой у меня нет И, наверное, музой выступает Просто моя любовь к данному жанру То есть нравятся мне ужасы, трэш Вот я Рождается какая-то идея Я сажусь и начинаю расписывать Во всех подробностях Закручивать сюжет Придумывать Ну, придумывать Вот особенно тебе что нравится? Преследование Там, не знаю, привидение Твое любимое? Мое любимое Это паранормальное То есть То, чего как бы в реальной жизни Ну, не встречаем мы Моя, наверное, самая частая тема Это Зомби Зомби Живые мертвецы Все в этом стиле В этом духе Да Несколько работ У меня есть Где описывается Про то Про живых мертвецов И в том числе Даже три серии Одного и того же рассказа Пришлось написать Потому что было Очень много просьб Сделать продолжение Вот так Вот твоя любимая Какая история? О чем она? Моя любимая Наверное, моя первая работа Мой первый рассказ Ну, название Не знаю Если название Оно называется Голодная тварь То есть, наверное, не очень хорошо Ну, не знаю, кому как О чем она О голодной твари Как я догадываюсь Да, да, да Это история Она от первого лица О том, как я С друзьями поехал К себе в деревню И там повстречал Некое ужасное существо Которое меня преследовало Но, слава богу Я сумел спастись И вот Рассказать об этом Всем, кому интересно Будет почитать Вот я читала твои истории И несколько раз подряд Натыкалась на Такой сценарий Я живу В небольшой квартире Мне освоит с ума Некая гадина Которая ко мне привязалась И не дает мне Спокойно существовать То есть, я так понимаю Ты тоже на это часто Обращаешь внимание В своих историях Само собой Нет, но у меня соседи Слава богу Все адекватные Люди хорошие Не беспокоят меня Поэтому это не более чем Плод моего воображения Здорового Здорового, да Хотелось бы надеяться Дим, ну вот как ты Хочешь и хочешь ли вообще И как ты думаешь Получится ли у тебя Продвинуть свои истории Куда-то дальше Может быть в фильмы И так далее Мне бы хотелось заниматься Сценарной деятельностью Писать сценарий к фильму Сейчас На данный момент Есть в проекте Предложение больше Наверное Сейчас пока все это На стадии переговоров Снять Короткометражный фильм Ужасов Вот меня пригласили В качестве Автор сценария Но сейчас это пока Как бы все еще не точно На стадии Переговоров Обсуждения Скажем так Вот Но тем не менее Предложение такое уже есть Как бы Я думаю Что что-нибудь из этого Да получится Вот А так Я думаю Что Наверное Логическое Продолжение Как бы Коротких рассказов Это Написать Полноформатную книгу Вот Но Дело пока До этого Как бы не дошло Потому что Это нужно Достаточно много Иметь Силы воли И Наверное Как-то Перебороть Свою лень Да Но я думаю Что все к этому идет И В ближайшем будущем Что-нибудь такое Да получится Что планируешь К Новому году Может что-нибудь Интересное Твоих читателей ждет Да К Новому году Я Планирую выпустить Небольшой Небольшой Сборничек Своих рассказов Преимущественно Конечно В жанре ужаса Вот Все Рассказы будут Совершенно новые То есть Их никто не видел Никто не читал И все желающие Смогут Ознакомиться Почитать Посмотреть Дима читатели твои Тебя поддерживают Ну я имею ввиду Разнопланово Да Поддерживают Несомненно Каждый день По Многу Сообщений Приходят Мне с благодарностью С различными Просьбами Написать Историю По чужому Сценарию Какому-то Да То есть Люди предлагают Мне свои идеи Ну Конечно Большинству Приходится Как бы Отказывать Да Потому что Физически На все время Не хватает Но В сети Рассказов Положительных Эмоций Удачи Огромную Удачу Она тебе Обязательно Пригодится И все У тебя Получится Я думаю Телезрители Такого же Мнения Спасибо Спасибо Что пришел К нам У нас в гостях Был Дима Титов Молодой Начинающий Писатель Это была программа 7 минут Мы с вами Скоро Увидимся До свидания